6344 рубля или 50 процентов прожиточного минимума на одного ребенка. Ровно столько получали в 2020 году малообеспеченные семьи с детьми возрасте от 3 до 7 лет. С 1 апреля начнет действовать трехступенчатая система выплаты. Это 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка в размере 6 765 рублей. Это 75 процентов ежемесячные пособия в стандартном размере, чтобы довести до суммы прожиточного, если не доводить до суммы прожиточного минимума и выплата составит 10 148 рублей. И 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка, если даже повышенный размер не позволяет вывести семью из малоимущих. Заявление на выплату можно подать с 1 апреля. При этом, если семье положен повышенный размер пособия, 75 или 100 процентов прожиточного минимума, перерасчет будет сделан с 1 января 2021 года. По новым правилам на выплату смогут претендовать семьи со студентами. Теперь в расчет берутся дети до 23 лет. Подать документы на пособие также могут семьи граждан с инвалидностью и семьи с опекаемыми детьми. У взрослого члена семьи при определении, при подаче заявления на получение выплат обязательно должен быть доход по одной из следующих категорий. Это доход от трудовой творческой деятельности, это может быть и выплата по договорам, гонорары, ну и собственно сама зарплата. Это доход от предпринимательской деятельности, в том числе это доходы самозанятых, ну и пенсии, стипендии соответственно. Кроме того, при принятии решения о выплате будет учитываться не только доход, но и имущественное обеспечение заявителя. Оформить пособие малообеспеченные семьи могут до конца года. Еще один вопрос в повестке еженедельного совещания – внедрение системы мониторинга контейнерных площадок. Мы выявили 48 контейнерных площадок, по которым в основном мы получаем жалобы за несанкционированный свал мусора, за несвоевременный вывоз контейнерных баков с площадки. Это уже вопросы регионального оператора. На этих площадках мы установим видеокамеры. Система мониторинга – это не просто видеокамеры. Это специальное программное обеспечение – анализ картинки в режиме реального времени. Искусственный интеллект будет отслеживать переполненность баков на валы мусора рядом с ними и выявлять причины, которые этому способствовали. Самая главная идея – это в том, чтобы не ликвидировать навал, который уже образовался и на который обратили внимание жители, а ликвидировать его до того, как он станет проблемой. Сэкономить бюджетные средства на ликвидацию данных навалов, существенно сократить срок их решения по локальным проблемам контейнерных площадок и повысить уровень публикованности жителей услугой по обращению с ТКО. Конкурсные процедуры по установке системы мониторинга будут проведены до 1 июля. К сентябрю видеокамеры уже должны появиться на контейнерных площадках.